Привет, меня зовут Николай, и я один из создателей проекта «Читай быстро», в рамках которого мы стараемся понять, что же такое быстрое и осознанное чтение. Иногда мне в руки попадаются книги, которые оставляют неизгладимый след, и мыслями из которых хочется поделиться как можно с большим количеством людей, то есть со всеми вами. Так и родился этот формат «10 фактов, 3 задачи» из интересной книги. Сегодня у нас в гостях Лоуренс Леви с книгой «Пиксар. Перезагрузка. Как вдохнуть в бизнес новую жизнь». «Пиксар» — это имя, равно как и настольная лампа на гнутой ноге, которая скачет по столу, вытворяет всякие смешные штуки и заставляет вас улыбаться, известный, наверное, всем, кто рос в 90-е. Компания, которая безо всяких преувеличений изменила подходы индустрии. Компания, которая стала прибежищем для гения Стива Джобса в момент его первого изгнания из Apple. И компания, которая подарила миру историю игрушек, корпорацию монстров, суперсемейку, в поисках Немо, Воли, Тачки, Рататуй, Вверх и много-много других крутых мультфильмов. Книга «Пиксар. Перезагрузка» — это очень легкая, близкая к художественному нонфикшн чтива, которого так не хватает в эти дни, когда полупланеты заперто на карантин. Лоренс Леви, который был правой рукой Стива Джобса, подробно и красочно рассказывает в книге и показывает на примерах, что безвыходных ситуаций не бывает, что все решает собранность и самоотверженность. Ну и еще, может, совсем чуть-чуть визионерский гений. Куда уж без него. Вина. Не моя вина, а вина, которая белая или красная, или розовая, или молодая и игристая. Сегодня по-прежнему его не будет. Если вы слушаете подкаст не первый раз, то знаете, что чаще всего с хорошей книгой я открываю бутылку хорошего вина, но уже который выпуск без него, поскорее бы распрощаться с постом и приняться за старое. Ромашковый чай, лимон и слегка лирическое настроение. О чем эта книга в одном предложении? Она, это, наверное, крутая и понятная иллюстрация, высказывание Уинстона Черчилля о том, что успех не окончателен, ни удачи не фатальны, значение имеет лишь мужество продолжать. Книга Лоуренса Леви, он, кстати, юрист, и он, в общем-то, был первым финансовым директором студии, был правой рукой Стива Джобса, она рассказывает о тернистом пути становления этой самой студии, о неудачах, сложностях, нюансах, деталях, и вот в этой всей корпоративной кухне, а самое главное, о стимулах компании. Мне почему-то кажется, что многие из тезисов, которые смогли возродить из пепла компанию Pixar, будут вновь актуальны в тот момент, как только мы с вами вырвемся из карантина. Поэтому 10 фактов, 3 задачи, быстренько и полезненько, надеюсь. Только высокие ставки. Успех Pixar – это как по совокупности усилий, результат усердной командной работы, а также поддержки и неограниченного общения. Но это не все. Самое главное, продукты компании, они стали своеобразным отражением возможностей Кремниевой долины в сегменте производства кино. Дело в том, что, ну мы об этом будем еще сегодня говорить, Pixar была, наверное, первой студией анимационного кино, ну проще говоря, мультфильмов, которая использовала компьютерную технику в таких количествах, чем, в общем-то, и пленила Стива Джобса. И будучи при этом новаторской компанией, они делали много вещей, которые никогда до них никто, ни при каких условиях, не пытался даже за это взяться. И именно поэтому Ливи и, в общем-то, и гений Стива Джобса в этом тоже заключался, говорит о том, что нужно делать ставки на инновации и гениальность с целью изменить мир. Любимая фраза Стива Джобса, которую он переманивал, по-моему, коммерческого директора Кока-Колы, про то, что ты хочешь продавать сладкую водичку или ты хочешь изменить мир. Как это Стив Джобс сделал в Эпли, точно так же он пытался делать это в Pixar. О том, что вот именно с приходом Ливи и Джобса в компанию ставки были подняты, как никогда, высоко, говорит небольшая история этого бизнеса. Вообще, Pixar основал в 79-м году Джордж Лукас, и она тогда называлась The Graphics Group. Это, в общем-то, было компьютерное подразделение Лукас-фильма для того, чтобы делать спецэффекты в Звездных войнах. Вот это та самая компьютерная графика, к которой мы сегодня с вами привыкли. В 79-м году Лукас был первопроходцем, и какие-то вещи, которые он использовал в Звездных войнах, были сделаны как раз на прародителе Pixar, на технике компании The Graphics Group. И уже в 86-м году Стив Джобс, ну, он и до 86-го года несколько раз обращался к Лукасу с тем, чтобы купить компанию, но в 86-м Лукас согласился продать ее всего за 5 миллионов долларов. Там еще был такой смешной факт, что Лукас поначалу оценил компанию в 30 миллионов долларов, но у него как раз в этот момент был развод с женой, был раздел имущества, там острая необходимость в денежных средствах, он поэтому был вынужден согласиться на цену Джобса. Стив поменял главу компании, поменял, в общем-то, название, и так в 86-м году компания стала Pixar. А уже в 2006-м году, спустя всего 20 лет, после длительных и очень непростых переговоров, о которых тоже в книге говорится, студию купили Walt Disney Pictures за 7,4 миллиарда долларов. 24 января 2006-го был заключен договор о слиянии, а 5 мая эта сделка была уже одобрена акционерами. За 20 лет 7,4 миллиарда долларов стоимость компании. Если хотите так же, то знайте, что вот на таком пути вас обязательно ждут кризисы. Это плохая новость, а хорошая новость в том, что все кризисы преодолимы. Для достижения успеха в бизнесе вам придется пройти через впечатляющие испытания, но нужно понимать, что силы уборства помогут преодолеть любой кризис. Не бывает взлетов без падений, не бывает радостных улыбок от осознания достигнутых целей без горечи поражений. Это не цитаты из группы ВКонтакте про успешный успех, это конкретные кейсы на примере бизнеса Пиксаровского, который описывает Леви, и который несколько раз был на грани разорения. Ну, не сам Лоуренс, а, собственно, бизнес, но смог закрыть сделку почти в 7,5 миллиардов долларов в ценах 2006 года, и все потому, что он понимал, что кризис преодолима, и еще все потому, что инновации, которыми была пронизана эта компания, это считалось коллективным делом. Культуру можно считать одной из тех невидимых сил, от которой зависят инновации. Культуру общения, культуру взаимоотношений между клиентами и сотрудниками, между подрядчиками, в общем, все то, что создает ДНК вашей компании. Думать о том, что новые идеи создаются только гениями или только одним человеком-визионером, ну, в общем-то, логично, но в целом ошибочно, потому что инновации – это, как доказывает, например, и Пиксара, и пример Apple, и многих других компаний, инновации – это коллективное дело, они одинаково являются и продуктом культурных обстоятельств, и продуктом творчества гения, то есть для того, чтобы инновация, ну, то есть какое-то изменение в компании произошло, для того, чтобы вышли на новый уровень, для того, чтобы там изобретение внедрилось, недостаточно только визионера, который вам будет это придумывать. Это вот совокупность вот этих всех культурных обстоятельств, ну, и, конечно же, центральной какой-то фигуры, которая продуцирует постоянно эти идеи. И если у вас в компании это один человек, то вы двигаетесь с одной скоростью, а если в компании это каждый сотрудник, то представьте себе, насколько вы можете ускориться, и поэтому нужно подпитывать внутри компании культуру улучшения вот этих самых процессов, которые уже сейчас есть, не только сверху вниз, но и снизу вверх. И при этом не нужно лишний раз рефлексировать и переживать, ведь значение имеет только решение. Вы смотрите на бизнес и на жизнь, как смотрят на шахматную доску гроссмейстеры. Вам нет смысла жаловаться на то, как расставлены фигуры. Вы же все равно не можете в текущий момент изменить их расстановку. Значение имеет лишь только то, какой ход вы сделаете. И это ваша единственная суперсила и единственное, на что вы по-настоящему влияете. Именно поэтому значение имеет только решение. Не нужно рефлексировать по поводу ситуации, в которой вы оказались, не нужно рефлексировать по поводу того, что сослагательных наклонений, а вот если бы мы бы подумали раньше об этом. Ну вот есть как есть. Умейте делать правильные ходы и не позволяйте страху легко превосходить смелость. Это пятый тезис книги. Леви уверен, что и описывает это в книге, что бременем многих компаний становится именно успех. Сначала все строится, пока вы, тоже знаменитая фраза Стива Джобса, пока вы остаетесь голодными, все строится на ярком пламени креативности, но с появлением хороших результатов приходит и консервативность, приходит необходимость защищать вот эти самые результаты. Защищать то, что легко потерять. Когда страх превосходит смелость, угасает пламя креативности и с ним постепенно уходит успех. Чем больше в вашем внутреннем ощущении вам есть что терять, тем более медленными и уязвимыми вы становитесь. Во многом именно благодаря этому самому страху. Откажитесь от идей быстрых побед, если это только не какие-то тактические победы. В своей книге Льви вспоминает, как однажды Стив Джобс ему сказал, что созревание великолепных продуктов занимает гораздо больше времени, чем может показаться. И то, что выглядит возникшим из ниоткуда, прячет за собой, как правило, очень длинный путь идей, проблем, проб и ошибок. И случай Pixar – это именно такой процесс созревания истории игрушек, одного из культовых мультфильмов, который создал Pixar. Можно проследить более чем на 16 лет назад, к периоду, когда компания была корошечным подразделением Lucasfilm. То есть 16 лет ребята шли к тому, чтобы сделать историю игрушек, которую мы с вами считаем продуктом, ну там, годичной работы и ого-го, каких кассовых сбор и успеха. И в этом смысле очень показательным является фраза одного из сотрудников, который работал напрямую с руководством Pixar. Он говорил, это его прямая речь, он говорил, «Даже сосчитать не могу, сколько вариантов истории игрушек я видел, прежде чем фильм вышел на экран. Это уже превратилось в пытку. Я заходил к Стиву, и меня тут же сажали смотреть какую-нибудь сцену, улучшенную на 10%. Не помню, в каком-то одном из последних подкастов мы говорили с вами о том, что мне попался на глаза тезис, который мне очень понравился, я его сейчас пхаю куда надо и куда не надо, о том, что создание любых превосходных продуктов – это только процесс эволюции. Если вы видите какой-нибудь крутой продукт, который вызывает у вас там вау-эффект, удивление, и думаете, что он был создан случайно с прототипа за три месяца, скорее всего нет, скорее всего под капотом этого продукта есть несколько итераций, переделок и вот этих самых эволюционных изменений. Очень редко, когда по-настоящему крутые продукты создаются с нуля. Чаще всего это именно эволюция гораздо более простых продуктов и эволюция усилий, накопление опыта, налет десяти тысяч часов и тому подобное. Но, конечно же, и его величество случаев. Многое определяет момент. Автор книги говорит о том, что в некоторых случаях мы делаем шаг вперед совсем не из-за появившейся уверенности в собственных силах, а часто прыгаем в бездну просто потому, что наступает такой момент, потому что в спину нас толкают новые обстоятельства. Именно в таких случаях мы получаем шанс узнать, умеем ли летать. Когда вы находитесь в таком моменте, вам кажется, что лучше бы посидеть немножечко в зоне комфорта, но именно вот такие моменты и определяют ваш взрывной рост. Когда вы прыгаете в бездну только потому, что наступил момент и только потому, что вы чувствуете какие-то новые обстоятельства, ну то есть выбор или прыжок, или забвение и смерть. Именно в таких случаях вы, как правило, если не разбиваетесь, то выходите на новый уровень обновленным и окрыленным, а если разбиваетесь, то получаете шанс начать все сначала. При этом всем нужно все-таки понимать, что творчество, инновации и процессы улучшения каких-то вещей внутри компании, они не оторваны от действительности, они не происходят сами по себе и поэтому отсутствие финансов будет стопорить гениальность. В 94 году Пиксар был переполнен вот этим самым креативом и гениальностью, инновационными идеями, но для разливития чего-то не хватало, и это чего-то, это были вот собственно мерило универсально, это были деньги. И Лоуренс Леви сравнивает компанию в эти годы с голодным художником, который невероятно гениальный, но он завяз в текущем своем состоянии, выбраться из него не может, и причина всему этому кризис. Будучи специалистом по антикризисному управлению, Леви понял, что нужно как раз составлять дорожную карту бизнеса, искать пути повышения прибыльности и помнить о том, что отсутствие наличности, оно стопорит любую гениальность. Это как раз вот про тот разумный баланс между творчеством и мерилом универсальным этого творчества, о том, что лучше бы не отрываться от действительности и все время сверять правильность ваших действий, инноваций, креативности и всего остального с какими-то очевидными объективными показателями, тогда вы не попадете в ситуацию, когда отсутствие финансов застопорит вашу гениальность. Корпорации это не стены, стекло, металл и бетон, это конкретные люди, и поэтому корпорации это живые существа. По мнению автора, у корпораций есть личность, есть привычки, есть чувства. Уверенность в том, что в крупной компании всем заправляет какой-то единственный стоящий во главе человек, который при этом еще и наделен сверхспособностями и вовсе не человек, она ошибочна. Чаще этот человек сам находится в заложниках коллективного, вот этого бессознательного корпораций, и из-за этого постоянно возникает резонный вопрос, а кто кем управляет на самом деле. Я вынес этот тезис отдельно только потому, что иногда сталкиваюсь с его иллюстрацией в компаниях, которые уже перерастают в более чем 50-70 человек, и они превращаются потихоньку в корпорации и бронзовеют прямо на глазах, и вот это нужно помнить, что человек, если корпорация подчинена волей одного человека, она становится в том числе очень уязвимой, потому что корпорация – это, как правило, живое существо, которое должно дышать, должно двигаться, должно продуцировать какие-то идеи и внедрять инновации. Ну и творческое совершенство. Вы должны делать превосходный продукт, иначе зачем вообще это делать? У нас следующей книгой будет книга «Релевантность», там вот тоже про это очень много говорится, хоть книга, если честно, так себе. И о том, что, в общем-то, идея о том, что компания может выпускать что-то непревосходное, они должны быть вам противными. И именно такие заявления часто слышались от Джобса в отношении Pixar, часто они слышались в отношении Apple и продуктов Apple. Стремление к творческому совершенству – это одна из главных причин успеха компании, по мнению автора. Стремление сделать что-то превосходное на рынке, лучше, чем все остальные, и то, от чего, ну, в общем, вы сами будете кайфовать. Вот такие быстрые три, ой, такие быстрые десять фактов из книги Лоуренс Оливии «Пиксар. Перезагрузка». Еще раз повторюсь, она такая очень лайтовая, близкая к художественной, даже легко читается, и очень легко визуализируются вот эти все перипетии, которые Лоуренс описывает в книге. Три задачи. Как правило, мы записываем задачи, вернее, не так, мы читаем «Читай быстро» книгу, выписываем из этой книги десять основных фактов, а на основании фактов формируем задачи. Задачи – это конкретные какие-то действия, которые нужно пойти и сделать для того, чтобы книга принесла максимум пользы, а не была просто проглочена за один-два вечера и отправлена в утиль. Мы придумали для этих вещей букнот, это блокнот для осознанного чтения, который помогает вот так вот структурировать вам, аккуратно выписывая факты, а потом аккуратно выписывая, формируя из этих фактов задач. Ну, вы можете делать это на любом вообще носителе, на каком вам будет удобно, на бумаге, в телефоне, в любом другом блокноте. Я выписал себе из этой книги три такие основные задачи. Инновации в компании – это дело каждого, нужно создавать благоприятный субстрат, почву, в которой проявятся идеи и поощрять финансово, там даже процентовка была материального стимула, просто идея, идея, которая была внедрена, идея, которая была внедрена и показала какой-то финансовый результат. Второе – отказаться от быстрых побед. Любой совершенный или превосходный продукт – это результат эволюции продукта попроще. Быстрые победы могут быть только в тактике, в каких-то небольших шагах, направлениях. В стратегии все решает горизонт планирования и мелкие итерации улучшений. И третья задача – любая инновация требует финансов в бизнесе, поэтому должен быть у вас отдельный фонд для экспериментов, тестов, проверки гипотез и поиска новых форматов и решений. Если фонда нет, то вы не можете понять, можете вы себе позволить сейчас поменять какой-то процесс или внедрить какое-то новое улучшение или не можете. Если фонд есть и в нем есть деньги, которые вот как раз под эти задачи и отведены, то лучше вместо одного и двух корпоративов попытаться на 10% улучшить продукт, как ежедневно улучшал Стив Джобс сюжет истории игрушек для того, чтобы это стало превосходной историей. Таким был Воренс Леви с Пиксаром, перезагрузка очень быстрым. Таким был сегодняшний подкаст с ромашковым чаем слегка в лирическом настроении. Проект читайбыстро.буква.инфо Обязательно подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. Поставьте колокольчик, напишите комментарий, насколько по десятибальной шкале вам понравился или не понравился этот подкаст, чтобы было более-менее, чтобы было ужасно. Ну, в общем-то, все то, зачем вы обычно приходите на YouTube. Если захотите проверить скорость чтения, буква.инфо.слыш.рапид, там можно почитать текст, ответить на вопросы и после этого получить сертификат с вашей реальной скоростью и осознанностью чтения. Если захотите побольше почитать про букнот, блокнот для осознанного чтения или про наши рабочие тетради, или послушать другие подкасты и почитать их в текстовом формате, обзоры книг в формате 10 фактов, 3 задачи, то приходите к нам на блог, буква.инфо.слыш.блог, ну и инстаграм, буква.инфо, все как всегда, там фоточки и немножко лайков. Через неделю, или может быть чуточку быстрее релевантность, она давно у меня лежит, книга так себе, но в ней есть один очень крутой, очень крутое визуальное решение, о нем расскажу вам уже в следующем подкасте. Читайте книги, слушайтесь маму, берегите себя, хорошего вам настроения. Пока.